ребята посмотрите какая красота главное мне не наступить у меня тут уже тысяча двадцать один казус что это старая и новый влог друзья самобытность вот такова получается женщина кошка красивая красивая женщина да спасибо не спрашивали кто-то будет влог снимать подожди надо вот так и музыку сюда подставить диво просто диво в театре секси тоже полупрозрачный соответственно и постоянно халатиком потому что это только для он ли fans и здесь у меня карандаши в общем такой вот лайфстайл у нас конечно всего много случилось оторвался бант от моего вот это кстати но он же на который должен был быть поэтому поехали искать не буквально ситуация заключается в том что все просто так спокойно случиться не могу посмотреть какая женщина встань как-нибудь красиво на что-то какая разница вау итак ребята ром-тур по моему юксу короче суть в том что ребят спешил фоне у для вас в общем здесь мое одно платье потом второе платье наши кольца смотрите во первых покажи там из окна показывать показывать на окна там видно где уже собирает наш телефон вот там ребят видите там ничего не происходит но все равно и собственно у нас самодельный блок короче и вот кольца которые я тогда вам не распаковывала да ты можешь сказать у нас просто да я снимаю влог если там ничего секретно не если там но я говорю я ну тоже где ты хотела бы они где на веранде это дело у них то хорошо все да давай вот и смотри не быстро идем по глазки вниз поднимаешь на меня смотришь прямо в кадр красиво идешь как походу попробуй что-то с руками может руки добавить да но тебя не видно камеру смотришь что-то надбуду отлично все хорошо посмотрю чуть-чуть ко мне чуть-чуть от меня плечиком скажите пожалуйста я сейчас а 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 и а 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 Смотрите, какая она счастливая, какой свет в ее глазах. Давай еще раз поплачивайся. Смотрите, какая она счастливая, какой она счастливая. Чтобы помнить их счастье. Чтобы поздравлять их счастьем через год, через два, через 50 лет. Когда он рядом, она ничего не боится. И ничего не страшно, она чувствует себя как за каменной стеной. Веселый, потому что действительно они могут, как они сами сказали, 20 минут ни о чем. Просто угорать, просто смеяться, потому что им хорошо друг с другом. Они могут больше, но есть те, кто засекал. И это действительно хорошо. И искренне, потому что всегда максимально честен. Не пытается быть лучше, чем он есть. Не пытается. Как-то раз проснулся я, и вот у меня был щелчок какой-то в голове. И почувствовал я, что достаточно того, сколько мы с тобой вместе. Это вот достаточно, чтобы двигаться дальше. И тебе я вижу в первую очередь любящую жену, любящую мать наших будущих деток. Хочу тебе сказать спасибо за твою поддержку. Без твоей поддержки, возможно, не было бы все так, как оно сейчас, хорошо. Я тебя очень люблю, и я думаю, что у нас впереди только светлые моменты. Люблю тебя очень. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Теперь моя очередь, получается. Ну, на самом деле, когда ты мне сказала, что я похожа на твою будущую жену, я просто улыбнулась и думала, ну ладно, как бы. Ну, мало ли что он сказал. А сейчас, получается, что мы стоим здесь, и я уже, вот, твоя настоящая, а не будущая жена нынешняя. Я обещаю тебе быть самой любящей и самой верной. Я обещаю после всех побед и поражений всегда встречать тебя дома с улыбкой. Я обещаю быть самой-самой трудной, но ты рядом с тобой. И, чтобы не случилось, поддерживать тебя. Я обещаю подарить тебе маленьких мусик. И самое главное, что я обещаю любить тебя до конца своих дней, быть тебе верной. И я тебя очень-очень сильно люблю. Ты моя мечта, которая воплотилась в жизни, и я счастлива, что ты у меня есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Покажите всем с сегодняшнего дня и дальше навсегда муж и жена. Даня и Катя под вашим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что-то как бы не можно. Ну, да, в момент тут же там. Наверное, да. Вот потом, когда будешь танцевать... Ты можешь танцевать, будешь одно за воולם. Ну, как вам? Женщина. Держи. Уже внешних ей невестный. Уже муж Messenger. С самого утра. Всё, Катюша, давай ведь. Сrafininым курактам Катя, конечно. Я думаю там. Друзья, я хочу сказать, что я не знаю, вставит это видео Кате во влог или нет. Возможно, что она такая жучка и вырежет меня, если ей что-то не понравится. Но тем не менее, я хочу сказать, что я очень рада. И я надеюсь, что вы также разделите этот счастливый момент Кате и Дане и всех её близких людей вместе с нами. И что вам будет приятно смотреть этот влог. В общем, мы все очень счастливы, довольны, красивы. И Катя в том числе. Катя тем более. Она вообще сегодня потрясающая, великолепная, сказочная. И все разные эпитеты, которые можно к ней применить, если это верно, если я не ошибаюсь. Вот, всё сегодня к ней. Это сегодня поистине её день, её день, её день Дане. Я их очень сильно люблю, поздравляю. И надеюсь, что вы также счастливы и поздравляете их вместе с нами. Что, ребята, новый образ. Пожалуйста, смотрите. Смотрите, какая красивая девушка. Сейчас всё застегнём. Посмотрите, как она блестит. Нет, как она сверкает. По-моему, застегнула. Покажи. Всё застёгнуто, Катя. Всё отлично. Ребят, это образ номер два. Мои ноги уже открыли. Посмотрите, какие ноги, а какие туфли вообще просто. Но, как я уже говорила, что люди сюда как бы требуют жертвы. Жертв? Жертв немалых. Почёл быть просто красивой. Ты очень красивая, Катя. Я думаю, со мной многие согласятся. Всё, мы отправляемся в ресторан. Если готовы встречать Катю, ваши аплодисменты! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Есть украшения, которые были сделаны дизайнерами в единственном экземпляре. Также эксклюзивные коллекции и бренды, которые больше нигде не найти. Поэтому, если вы не хотите приходить с кем-то в одинаковых украшениях, вам обязательно в Poison Drop! Невероятно, что в магазине есть профессиональные стилисты, которые могут подобрать вам украшения по вашим предпочтениям, или же под конкретный образ или события. А сейчас интересная креативная информация о новой коллекции Poison Drop. Вы будете приятно удивлены! Они запустили новое направление украшений. Это линия колец, которая несет особый смысл и подходит для разных жизненных ситуаций. Сейчас все расскажу. В первую очередь, это, конечно же, обручальные и помолочные кольца. В Poison Drop к этому событию относятся с особым трепетом. Помимо того, что вы там сможете найти классические гладкие кольца, также вы найдете особенные по форме, цвету и опроботке. То есть, абсолютно-абсолютно на любой вкус. В Poison Drop можно найти кольца обещания и кольца для развода или расставания. Вы вообще когда-нибудь такое слышали? На самом деле, этот тренд зародился еще давно на Западе, но Poison Drop первые, кто собрали подборку и сделали это в России. Расскажу подробнее. Насчет колец обещаний. Вы можете подарить его себе или же своему близкому человеку в знак еще больше мотивации к чему-либо. А что насчет колец для расставания? Это, конечно же, может не предназначаться именно о расставании с партнером. Возможно, вы это отнесете к расставанию с какой-то определенной эмоцией. Мне кажется, что это безумно мило и интересно. Поэтому в разделе колец для важных событий вы сможете найти кольца минималистичные или же суперяркие и абсолютно для любого повода. Я осталась в полном восторге, что в одном месте можно найти украшения абсолютно на любой вкус. И самое главное, что каждый из них прекрасный. И если честно, наверное, я бы забрала себе весь магазин. Поэтому 100% от всей души я вам советую обязательно зайдите, ознакомьтесь с Poison Drop. Я уверена, вы останетесь неравнодушны к этому универмагу. Всем здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Ну, в общем, у нас сегодня будет вопрос-ответ. Изначально, конечно же, я планировала красиво поставить цвет, красиво одеться, что-то там подготовиться. Потом я поняла, что это уже у нас не такая рубрика вопрос-ответ. Это уже как посиделки на кухне с подружкой, где я буду отвечать на ваши вопросы, болтать, на чем-то рассуждать. И, собственно, поэтому с нами бокал Prosecco. Я в спортивном домашнем... Ну, не домашний, но спортивный костюм. Будем болтать. И все. Никакого постановочного кадра, как говорится. У нас был такой свадебный выпуск. Отчасти, да, свадебный влог. И поэтому много вопросов про данное событие. Но я не хочу подсвещать этот вопрос-ответ этому. Будем болтать обо всем и ни о чем. Но, конечно же, очень популярный вопрос, супер-популярный вопрос это... Изменились ли отношения друг к другу после свадьбы? Я скажу так, что, наверное, у меня не изменилось ничего от слова совсем. Я слышала много историй, где говорили из серии, я стала любить его еще больше, наши отношения стали еще крепче, такое ощущение, что все, мы больше не делимы. У меня такого нет. Возможно, потому что я и так его максимально любила. Но, возможно, для меня в какой-то мере это очень важная, но все-таки формальность. Потому что для себя я уже давно решила, что это мой мужчина, это мой будущий муж. Сейчас уже настоящий. Кстати, это, получается, что первый влог? Ой, первое видео, где я уже замужняя женщина. Офигеть. Фамилию я еще, кстати, не поменяла. Фамилию я буду брать мужа. Фамилию, да, не Моисеев. И, соответственно, я буду Моисеева Екатерина. Просто это тоже популярный вопрос. В соцсетях я не буду менять никнеймы свои. Просто потому что, ну, мы так, в принципе, даже не возникало особого вопроса. Да, они полностью меня поддержали. Сказали, да, тебя уже знают все, как Катя Буслова. Ну, и плюс ко всему мои все зрители знают, что я вышла замуж, что я буду Моисеева по документам. Вот так. Чуть перекликнулось, изменились ли отношения. Но, что я скажу. У Дани, наверное, ну, я не знаю, насколько на 50% точно изменились отношения. Как будто бы, ну, не то, чтобы он серьезнее стал меня воспринимать. Это звучит странно после того же, сколько мы уже больше трех лет в отношениях. Но он постоянно говорит, жена, 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 моя жена, я люблю тебя, жена. Ну, вот из этой серии это достаточно мило, так, ну, непривычно. Я, кстати, его не называю муж, хотя он у меня сказал, что что ты меня не называешь муж, я вообще-то твой законный уже. Я говорю, я не знаю, мне непривычно. Он говорит, ну, мне бы хотелось, чтобы ты иногда меня так называла. Так что я исправляюсь и периодически такая пишу муж, я здесь, муж, как дела. Но как будто бы вот действительно он стал воспринимать, ну, вот все. И плюс Даня всегда как бы осознавал то, что для него брак это супер, мега серьезное, прям, ну, вот максимально. Отношения, понятно, у нас и так были серьезные, но все равно брак, вот, как он всегда говорит, для меня это раз и навсегда. Хоть и понятное дело, что бывают разные ситуации, никто не застрахован там от развода, мы об этом думать сейчас не собираемся. Ну, все это понятно. Ну, для него вот даже сделать предложение, это было вот все. Это как бы бетонная моя женщина на миллиард, триллион процентов, которая будет мне рожать детей, с которой я хочу провести всю свою жизнь на данный момент. Мне кажется, если бы я была парнем, я бы сделала предложение, я не знаю, через два-три месяца там девушке, в которую я влюбилась бы. Потому что я более такая легкая, экспрессивная, ну, вот что-то такое мне нравится, ну, постоянно что-то менять, знаете. Я более лайтово, наверное, к этому отношусь, но при этом, конечно же, для меня брак это тоже очень-очень серьезно. В общем, отношения, в принципе, наши не поменялись, кроме того, что, наверное, Даня как-то более серьезно начал воспринимать, ну, не меня, вот всю ситуацию и постоянно называть меня женой. А так, от слова совсем ничего не изменилось. Так, следующий вопрос. Когда видео со свадьбы? Как все прошло? Впечатления, советы невестам. И очень-очень много вопросов в этой серии, как все прошло, ожидания и реальность, все ли понравилось. Я вам скажу так, это было просто свадьба мечты, реально. Ну, я не знаю, все мои ожидания и реальность абсолютно на миллиард процентов совпали. И, конечно, бывают какие-то моменты, что я о чем-то думала потом, блин, вот это надо было сделать чуть иначе. Но это больше в какой-то момент организация. И вот советы невестам никакие. Делайте все по душе, как нравится, как планировали, никого не слушайте. Собственно, ну, из примеров такой, да, чтобы я изменила. Мы сделали, когда дресс-код, то есть в определенной цветовой гамме должны были приходить гости, я поняла, что мне организаторы скинули цветовую гамму, и я так, ну, из этой цветовой гаммы выбрала. Там в приоритете были зеленые, бежевые, голубые оттенки. Не было розовых, например. Ну, много каких вот таких. Ну, то есть можно было уточнить, что просто, допустим, это какие-то пастельные оттенки. И, ну, вот максимальные такие мелочи. В принципе, все остальное было супер. Организаторы, да, если говорить так, ну, я бы посоветовала все-таки нанять организаторов. В наши брали, по-моему, 10% от всего бюджета свадьбы. Это, ну, как бы не маленькая сумма, но при этом она полностью себя оправдывает. Они предоставляют тебе всех подрядчиков, то есть фотографов, ла-ла-ла, ты все это выбираешь. В день свадьбы ты не думаешь абсолютно ни о чем. Ты подходишь, говоришь, где то, это, хочу вот так, мне нужно то, принесите это, допустим, ну, вот в такой форме, да. И все. То есть тебе не нужно абсолютно ни о чем париться. Поэтому вот из советов, наверное, я бы посоветовала все-таки нанимать организаторов, потому что они очень сильно упрощают вашу подготовку к свадьбе и, в принципе, в день события. Свадьба совпала, ну, все сказали, реально, понятное дело, ну, что-нибудь нам сказали, что было прекрасно, чудесно, волшебно. Фильм со свадьбой будет, я думаю, в сентябре-октябре. Почему так поздно? Потому что тех видеографов, фотографов, которые я выбрала, у них сроки 3-4 месяца. Я подписывала с ними договор, соответственно, я об этом была уведомлена. И, ну, мне хотелось именно вот этих ребят. И, кстати, вот видеографы, фотографы были волшебные. Мы сразу в моменте понимали контент, контент, коннект, постоянно какие-то шутки, все на такой легкости, можно что-то сказать, не думать о том, что тебе это сказать. Я хочу вот так, хочу вот так. Они говорят, а может, вот это, вот это, вот это, вот это. Я была в полном вдохновении. Мне хотелось фоткаться. У нас была фотосессия в отеле, где утро невесты. И в самом номере постоянно какие-то комплименты. Ну, понятное дело, все в рамках, да, ну, как бы чувствуешь себя максимально комфортно. Из таких вот моментов, вот, наверное, вот так. Так, возможно, когда выйдет фильм, я не знаю, надеюсь, вот этот вот интерес запал ни у нас, ни у вас не пропадет, мы снимем, я сниму какое-то отдельное видео, что-то прям так разберем, не знаю, посмотрим. В связи с последними событиями очень много вопросов по поводу моих двух Ир. Кто не знает, Ира — это жена моего папы, и Ира — это моя мама, бывшая жена моего папы. Но вопрос заключается в том, что все в шоке от того, что они лазят, как они общаются между собой. Обычно в таких случаях пишут, ну, вот, ненавидят друг друга. В общем, на самом деле, что здесь говорить, кто смотрел последний влог, знает, что случилось. И я такими загадками говорю, ну, ладно, я не буду продолжать развивать эту тему. В общем, так бывает, когда люди сходятся на каких-то жизненных ситуациях, этапах, их сплочают какие-то неприятные моменты в жизни, очень грустные. И я скажу так, что моя мама и Ира, папина жена, никогда не враждовали, никогда не ненавидели друг друга, они не общались, ну, то есть в этом не было, в принципе, никакого резона, чего им общаться. Но они могли общаться, когда я была маленькая. Моя мама могла звонить Ире, Ира с папой в браке очень-очень давно, я не знаю, лет 15, наверное. Ну, то есть я еще совсем маленькая была. Ира всегда ко мне прекрасно относилась, у нас хорошее отношение. Мама могла позвонить, ну, допустим, папа говорил, там, я куплю Кате, я не знаю, к первому сентября форму. Естественно, папа со мной не ездил ее выбирать, ну, как бы, прям выбирать, да, а выбирала Ира. И мама, там, Ира могли позвонить друг другу, просто уточнить какие-то моменты, там, ей нужен костюм, платье, какого цвета, вот, ну, из этой серии. То есть обычное такое человеческое общение, в принципе, как у моей мамы с папой, было всегда. Ну, то есть просто позвонить, какие-то решить общие вопросы по поводу ребенка. Сейчас же действительно так сложилось, что мы с папиной Ирой теперь и с мамой, и с Толей, и с Даней очень близки, потому что иногда какие-то жизненные ситуации сближают, хотя я с Ирой всегда хорошо общалась, но сейчас мы будем видеться намного-намного чаще. Также моя мама с Ирой, они, ну, не то чтобы прям подружки, да, в них в возрасте, мне кажется, странно так говорить, подружки, но очень хорошо, тесно общаются, поддерживают друг друга, созваниваются, мы во всем помогаем. Вот такая ситуация. Собственно, они два взрослых человека, им делить нечего, у каждого своя личная жизнь уже совсем-совсем-совсем давно, поэтому, что тут решать. Плюс, когда папа расстался с моей мамой, то они расстались тоже, в принципе, как взрослые люди полюбовно, то есть никто ни у кого, ни у кого не отбивал, чтобы были какие-то стерики, скандалы, чтобы это как-то разбираться, и у них появилась неприязнь по отношению друг к другу. В общем, как-то вот так вот. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, и я очень счастлива, что так, ну, сложилось, что они нашли коннект, да, и вот так вот хорошо общаются, мне это очень приятно. На кого вы учились и кем работаете сейчас? Я думаю, что это кто-то из новеньких спросил. Во-первых, давайте начнем с того, что я теперь дипломированный специалист, а если говорить точно, то я режиссер спортивно-массово-художественных мероприятий. Просто прикиньте, вот так вот. Да, я училась в Руковке, это университет в Москве, вот. Не буду подробно, потому что если новенькие не знают, то в прошлых влогах обязательно их посмотрите, они у меня все суперкрутые, я все рассказывала, потому что постоянные зрители сейчас скажут, «Юх, твою налево, опять она свой баян включила». Насчет, кем я работаю сейчас, также все достаточно известно и просто. Я блогер. Кому до сих пор это все скрытно и непонятно, блогеры прекрасно хорошо зарабатывают. Фу, даже вот, да, был период, конечно же, когда все это прекратилось максимально, и до сих пор нет монетизации в Ютуб, спасибо Ютуб, мы вас любим, но ничего страшного. Планировали, вот, следующий вопрос, так как я закончила, да, получаю диплом, еще он у меня в Москве, завтра его все идут получать, я пока не планирую, заберу, когда мне будет удобно. Я не планирую работать по своей профессии, ну, наверное, потому что в данный момент меня устраивает то, как я живу, то, чем я занимаюсь, то, сколько я зарабатываю, и я вижу в этом будущее и развитие. Мне кажется, что это круто, и в следующем влоге как раз он из-за невера будет. Я более подробно что-то про учебу рассказывала, я сказала о том, что плюс-минус, как будто бы я все равно занимаюсь своей работой, да, я не режиссер в прямом смысле, но я режиссирую какие-то свои проекты рекламные, там, вот, сторисы, там, и это. Да, это как бы совсем-совсем далеко от того, чем занимается моя профессия, но все равно я занимаюсь творчеством, как и изначально планировалось, когда я поступала в универ, по-моему, это прекрасно, и это самое главное. Как у тебя получается не выгорать, продолжать стабильно вести, почти стабильно вести блог в соцсети? Я, когда прочитала этот вопрос, у меня сразу возникал такой ответ, что мне нравится то, чем я занимаюсь, но я сейчас понимаю о том, что не всегда случается выгорание из-за того, что тебе не нравится, чем ты занимаешься. Все-таки, наверное, это нужно работать с головой, не только все идет от... Если вы выгораете именно в своем деле, да, вот, вы чем-то занимаетесь, и вы выгорели, а все остальное у вас прекрасно, то, наверное, возможно, что-то либо нужно менять в этом деле, либо нужно менять, в принципе, свой род деятельности. Если же это массово на всю жизнь распространяется, и в отношениях, и вообще в состоянии, то это уже нужно поработать с головой. Я, к сожалению или к счастью, не психолог, тут не помогу, но хочу сказать то, что мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. У меня бывают моменты, что я просыпаюсь и такая, все, я не хочу сегодня ничего записывать, я не хочу снимать сторисы, тогда я просто говорю, что все, ну, как бы я беру выходной. Но на следующий день после этого выходного у меня уже такой, типа, знаете, типа, надо быстрее что-то записать, мне хочется. И даже когда я уходила на перерыв, вот, да, я думала, что я не смогу долго вернуться к своему делу, ну, там вообще другая, да, связующая часть, но все равно я понимаю, что для меня это такая душина, я устаю реально, иногда мне надоедает, я думаю, блин, сейчас монтировать влог, сейчас там нужно это, там то, пятое, десятое, но все равно это такой кайф, и я понимаю, что это то, чем мне нравится, это то, что меня вдохновляет, что приносит мне огромное удовольствие. То же самое, что Даня с хоккеем. У него бывают моменты, конечно же, устает морально, потому что это очень сложно, устает физически, он может прийти и сказать, боже, как я устал, тренировки, 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 там какие-то, может быть, моменты в сезоне, когда игры происходят, тоже, ну, бывает, да, морально действительно сложно, и он устает, но это все равно его любимое, это то, чему он посвящает свою жизнь, то, чем он счастлив заниматься. И вот такой вот маленький период проходит, нужно дать себе прочувствовать, понять все эти эмоции, и как будто бы, знаете, вступить заново, начать заново. Самое главное, если вы действительно искренне это любите, никогда не бросайте, попробуйте видоизменить, подойти к этому с другой стороны, но если вы понимаете, что это все-таки не ваше, и это уже не выгорание, это просто нужно изменить и поменять свой вид деятельности, действительно так. Желаю вам успехов, и надеюсь, что выгораний не будет. Вопросы про наш бюджет, конечно же, не заканчиваются, давайте вот, ну, как-то не то, что раз и навсегда, давайте раз и навсегда закроем эту тему. У всех в отношениях все по-разному. У нас все семейные расходы на себя берет Даня, потому что для него это важно, как для мужчины. Он так считает, что мужчина должен обеспечивать свою семью, мужчина должен дать жилье, ну, мужчина должен дать поесть образно, в плане того, что, ну, никогда не возникало вопроса о том, что мы снимаем квартиру, и чтобы он мне сказал, давай 50 на 50 заплатим. Я не говорю, что это плохо. Опять же-таки, ситуации разные. Если вы, допустим, только учитесь вдвоем, и у мужчины еще нет возможности, но он планирует это делать, то это не значит, все, ты не можешь там заплатить, свободен. Нет. Но когда у мужчины есть возможность, допустим, но он этого не делает, а скидывается со своей женщиной 50 на 50, для меня, если честно, это странновато. Либо же это должно оговариваться изначально, вообще всем девочкам я советую, реально, потому что очень-очень-очень актуально, открытый по жизни этот вопрос, разговаривайте. Не бойтесь, не надо терпеть, потому что все сначала терпят, типа, ну, ладно, 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 а потом это стиль жизни. Вы либо изначально садитесь и разговариваете с мужчиной о том, что вот так, 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 я вижу наш бюджет так, ну, наше распределение так. Вы спрашиваете мужчину, как он это видит. Либо вы изначально спросите у него, потом скажите, ну, вот, допустим, тут, тут, тут я тебя поддерживаю, здесь я вот так вот хотела бы. Для меня это важно, для меня это то-то, то-то. И вы должны либо прийти к идеальному соглашению, либо же мужчина скажет, дорогая, я не буду за тебя никогда платить, вот, родишь, будешь с ребенком сидеть, тогда, может, я подумаю. Ну, допустим, да. А так мы будем 50 на 50. И вы для себя уже понимаете, нет, я на это не согласна, я это не хочу, мне такое в жизни не нужно. Все, расстаетесь. Потому что, как ни крути, ну, отношения это прекрасно, любовь, это прекрасно, но все равно, все равно, деньги занимают огромное количество нашей жизни, они очень важны для комфортного, да и в принципе, проживания и в отношениях, и в мире. Я советую разговаривать, обговаривать в начале отношений, ну, образно, когда вы начинаете жить вместе, уже обговорить, кто на что тратится, кто на что как распределяет бюджет. Возможно, да, если вы зарабатываете 50, и он 50, и он не может за вас все оплачивать, но вы согласны, да, что мы будем скидываться, будем вместе копить. Это тоже абсолютно нормально. Насчет нас. Такие расходы, как отдых, квартира, какие-то крупные покупки, ну, я имею в виду, там, телевизор, возможно, ну, что-то такое, пылесос, плейстейшн, это все оплачивает мужчина. Свои деньги я тоже достаточно хорошо зарабатываю, но он никогда мне не скажет, так, скинься, давай заплатить за квартиру, ну, такого нет. Я трачу эти деньги на себя, на свою семью, ну, в том числе и Даня, конечно же, на подарки, на какие-то покупки для себя, но при этом я так же, если подойду к Дане и скажу, Даня, мне хочется купить вот эту вот эту сумку, он мне скажет, да, конечно, вот, пожалуйста, оплачивает. Потом в какой-то период у нас стала общая карта, с которой какие-то нужные вещи, там, бытовую химию, продукты, рестораны, что-то еще, я могу оплатить с общей картой. Ну, как бы она общая, но как бы по факту Данина. Вот такая вот история, у всех-то по-разному, у всех, каждого свое, понятное дело, не нужно равняться на нас, на кого-то в интернете, делайте, как будет комфортно и удобно вам, и не забывайте разговаривать. Это действительно, действительно важно. Надеюсь, что я ответила на вопрос, потому что, ну, часто он многих волнует. Как вам жизнь в Питере? Хотели бы там остаться жить? Кто не знает? Мой муж! Мой муж! Офигеть, да, я так странно говорить. Мой муж, профессиональный хоккеист. Он играет в команде СКА, которая находится в Санкт-Петербурге. Соответственно, именно поэтому мы живем здесь. Кто не знал? Сам Даня из Челябинска. Я из Подольска. Это Московская область. Сначала он играл в Подольске. Там мы познакомились. Ну, плюс-минус, да? Переехали мы в Питер. И из-за того, что он сменил команду. Хотели бы мы остаться тут жить? Мой муж, мой муж подписал контракт с командой СКА на 4 года. Соответственно, на 4 года мы будем жить в Санкт-Петербурге. И, ну, конечно, бывают разные ситуации, да? Спорт такой, он непредсказуемый, но, в принципе, да. Вот. Будем жить в Санкт-Петербурге. Мне нравится здесь. На самом деле, как-то изначально я думала, что такой дождливый, постоянно пасмурный. Ну, либо повезло, либо прошлый год был вообще сказочный. Я бы не сказала, что он как-то по климату отличается от той же самой Москвы. Сейчас лето тоже, ну, всё ок, всё прекрасно. Грех жаловаться. Это, я считаю, наверное, вторая столица в России после Москвы. Всё есть для комфортного проживания. Что ещё нужно? Близкий человек, всё для комфортного проживания. Плюс в моей семье очень близко приезжать, допустим, из Москвы в Питер. Нам здесь нравится. Да, они вообще Питер намного больше любят, чем Москву. Я вот с этого года начала в него прям влюбляться и понимать, что я приезжаю сюда как к себе домой. Потому что, ну, первые, наверное, восемь месяцев я приезжала. И не то чтобы как в гости, но в квартиру-то понятно, но вот в город как в гости. Потому что он для меня абсолютно чужой. Я всю жизнь жила в одном месте. Ну, так, в принципе, да. Наверное, даже, может быть, в будущем мы хотели бы остаться здесь, купить здесь квартиру. Ну, посмотрим, как сложится наша жизнь. Я не могу сказать, что я придерживаюсь или не придерживаюсь. Я так не называю. Просто потому что для меня навсегда мои мама и папа. И по названию, и в сердце останутся мои мама и папа. Я же не называю своего отчима, свою мачеху мамой и папой. Но это не значит о том, что я их не люблю, не уважаю, не отношусь как к семье. Нет, просто для меня навсегда, на всю жизнь останется моя мама и мой папа. Мне как-то, наверное, странно было бы назвать других людей, хоть они, допустим, для меня родные и близкие, ну, как-то мама и папа, допустим. Не знаю, у меня такое ощущение. Для меня это более такое, что-то прям максимально ценное несёт это слово. Два слова. Но при этом я отношусь абсолютно положительно к тому, что, когда люди называют своих партнёров, родителей своих партнёров, мама и папа, если им так комфортно и так комфортно, родителям, пожалуйста, почему нет? Ну, возможно, у человека возникает такое ощущение, да, вот, ну, такая какая-то потребность внутри себя, так называть. Это же неплохо? Нет, неплохо. Просто у меня, ну, у меня это по-другому ощущается. Возможно, там, через пять лет я буду называть, там, семью, да, не мама и папа. Но, опять же таки, я думаю, что нет, но это не говорит о моём отношении. Это к ним, это говорит, наверное, о моём отношении к этому слову, мама и папа. Также, возможно, мне бы хотелось, чтобы мой ребёнок называл только меня мамой и папой. Мне было бы как-то, может быть, неприятно. Ну, не знаю, напишите в комментариях, что думаете. Называете ли вы так, смогли бы ли называть, и хотели бы, чтобы ваш ребёнок называл, или там, невестка. Ну, вы поняли. Ну, не знаю, не хотела бы, чтобы мой ребёнок кого-то другого называл мамой и папой, потому что я одна мама, я одна мама и один папа. Вот такие вот у меня ощущения, ну, просто вот как изнутри, хотя чисто формально я понимаю, что в этом нет ничего такого. Специально все окна закрыла, чтобы вы меня хорошо слышали, не было сторонних, сторонних звуков. Мне немного жарко, просека ещё, сегодня на ужин приготовим, наверное, греческий салат, я не знаю, так захотелось. Давайте следующий вопрос, но перед этим, чин, кстати, вот когда у нас вопрос-ответ, это новая рубрика. Обязательно пьём просека или белое вино, ну, или что вы там любите пить, ну, знаете, как бы посидеть, поболтать, смотрите, такая, ага, давай, тёкнемся, дорогая. За вас, за нас, за Кавказ и спецназ. Так, какие правила сохранения ухоженности для тебя? Правила ухоженности, самое главное, что вот первое пришло в голову, это умыться утром и вечером. Неважно, во сколько я пришла, встала, неважно, в каком я состоянии, сколько во мне бокалов просека, ну, типа, из серии, вот, ну, как бы оно ни было, вот что бы ни случилось, я обязательно должна умыться утром и вечером. Для меня это уже как вот почистить зубы, реально. Потом что? Обязательно увлажнять своё тело, потому что мне кажется, что это важно. Ну, возможно, это и не работает, но у меня впечатление о том, что, если я не помажусь, то потом, через время, мне это аукнется. И самое главное правило, которое я всегда говорю, это, дорогие мои, моя хорошая, вот ты сейчас смотришь, если не ты, о твоём теле не позаботится никто. И это реально так. Каждый раз, когда мне впадло что-то делать, чем-то мазаться, умываться, заниматься, двигаться, что угодно, я думаю, вот за тебя даже при желании никто не сможет подвигаться, за тебя даже при желании никто не умоется, не намажется кремом, ну, может, конечно, какого-нибудь человечка нанять, который будет тебя умывать, ну, это так уже просто маразм. Поэтому, если не ты, за собой не поухаживает никто. Цитаты великих людей. Ну, вы поняли, о чём я говорю, поэтому, реально, не забрасывайте, это, вот, проявление любви к себе. Задайте вопрос, вот, впадлу идти умыться, вот, задай вопрос, я себя люблю? Да! А другого ответа даже быть не может. Если кто-то ещё сказал, а кто-то ещё, может, сказал нет? Нет! Такого ответа нет. Тут один вариант ответа, просто да. Да, 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 я себя люблю. Кто-то за меня может сейчас это сделать? Тут тоже один вариант ответа нет. Соответственно, ты берёшь, поднимаешь свою пятую точку, идёшь в душ, я не знаю, идёшь за тюбиком крема для тела, мажешься, идёшь, занимаешься. Ну, с занятиями спорта, конечно, чуть-чуть всё туговато, но я имею в виду, вы поняли, самое главное, о чём идёт речь. Я желаю вам в этом успехов. Чуть про отношения. Катя, расскажи, как ты совмещала учёбы и отношения с хоккеистом? Мой молодой человек уехал играть в другой город, думаю, мне поступать на заочку или очку. Первое, что я скажу, вы подумаете о себе, чего вы хотите. Не то, как удобно будет вашему молодому человеку, вам с вашим молодым человеком, а о том, чего действительно хотите вы. Если я понимала, это никак не связано с отношениями, я поступила на заочку по одной простой причине, что я не хотела 4 года сидеть на шее у родителей и брать деньги у них. Потому что зарабатывать, когда ты учишься на очке, это фактически невозможно. Я хотела сама зарабатывать, я понимала, что в 22 года, ну уже какие-то... Нет, если у кого-то супер обеспеченные родители, да, конечно же, они могут себе позволить, а не работайте, заниматься учёбой. Типа, ок, why not? Но я понимала, что мне не хотелось просто такого, ну как бы, чтобы родители до 22 лет меня обеспечивали. Хотя меня никто никогда не гнал на работу. Соответственно, к чему это? К тому, что в первую очередь обязательно подумайте о себе, чего хотите вы. Если для вас это такая профессия, ну давайте объективно, если вы идёте в медицинский, я не знаю даже можно ли туда на заочку поступить, ну образно на заочку в медицинский, то, ну это полный бред. Ну стать врачом, учаясь на заочке, это, ну это очень странно, невозможно, мне даже кажется. Если это для вас какая-то профессия, ну, я не знаю, ну вот режиссёр, допустим, именно мой формат, достаточно просто было, ну давали очень крутую информацию, даже когда мы были, да, ну на заочке, не были, а на заочке я училась, много сама информации изучала, что-то узнавала постоянно. Ну и как бы творческая профессия в любом случае отличается от каких-то наук. Если вы идёте на химика, то там о заочке никакой речи. Если вы идёте, наверное, на экономиста, ну тоже, ну у меня возникают вопросики. Соответственно, и опять же таки, сколько вам лет? Если вам 18-20, то и вы хотите на очку получать профессию, вы видите в этом своё будущее, то не нужно ориентироваться на парня. Обязательно всё сложится так, как должно сложиться. Если бы у меня сейчас просили, когда я уже, ну не то, что даже в браке, а когда я ещё не была в браке, я бы выбрала заочку. Просто потому, что у меня уже есть любимое дело, которым я занимаюсь, у меня есть доход, у меня есть мужчина, с которым я планирую провести всю свою жизнь, и я в этом уверена. Соответственно, я бы выбрала заочку. Но если это какая-то прям такая мимолетность, ну в плане, ты ещё совсем молодой, и вы ещё в отношениях, ну не в таких прям сугубо серьёзных, что у вас завтра свадьба и дети. Если, ну я так утрирую, я надеюсь, что все понимают, о чём я говорю, то, наверное, стоит выбрать свои приоритеты и интересы. Если это любовь, если ваш партнёр очень любит вас, то, конечно же, он поддержит и никогда не будет против того, что вы посвятите своё время учёбе. Плюс есть каникулы, можно там как-то туды-сюды. Всё это возможно при желании. Вот такие быстрые ответы, потому что до этого были супер развернуты. Напишите, как вам, кстати, комфортнее, когда я прямо рассуждаю, сижу на тему, или так быстренько, конкретно отвечаю на вопросики. Итак, было ли у тебя такое, что очень сильно ссорилась с Лизой? Нет, мы дружим уже сколько? Лет восемь, я не знаю, знакомы чуть ли лет не пятнадцать. Я не буду брать, честно, мы всё постоянно считаем и не знаем, сколько точно. Ни разу не было такого, что мы бы ссорились и не общались там супер максимум. Это там, я не знаю, сутки, наверное, потому что нам нечего делить. Мы умеем в какой-то мере, да, научились друг другу уступать, написать, типа, эй, бро. Сейчас вообще, ну, последние, наверное, пять лет в подростковом возрасте ещё могло что-то случиться так по мелочи. И сейчас, когда мы уже взрослые, совсем от плова нет. Таких ситуаций не бывает. Потом. Ночевали с мужем отдельно перед свадьбой? Или не веришь во всё это? Не верю во всё это. Ночевали мы с ним вместе. Вместе. Вдруг сбежит. В ночь перед свадьбой шучу. Вот. Не верю. Я не верю, в принципе, в приметы. В какие-то штучки-трючки. Всё норм. Как видите, замуж вышла, никуда не сбежала. Посмотрим, что будет дальше. Так. Кать, ты постоянно ходишь на реснички или только перед мероприятиями? Я постоянно хожу на реснички. Делала перерыв. По-моему, осенью, да, что-то месяц-полтора я ходила без ресниц, если я не ошибаюсь. Ну, а так я их делаю. Мне очень нравится. Комфортно, удобно, красиво. Мои нос, мои реснички не страдают. С ними всё чудесно. Так. Катюша. Какой жизненный совет дала бы себе маленькой? Никакой. Слушать себя, поступать так, как чувствуешь. Это банально, просто. Но, собственно, так я и делала. И, как видите, всё, что есть у меня, я очень счастлива, очень довольна. Ни капельки не жалея ни о чём не сделанном. Пусть всё будет дальше в таком же русле продолжаться. Буду чувствовать своё сердце. Как вы думаете, сколько вы тратите на себя денег в месяц? Не думаю, не знаю. Если говорить лично на себя, то в один месяц это может быть, ну, наверное, 50 тысяч нет. Наверное, маловато. Ну, если мы берём такие вот прям базовые необходимости, ногти, ресницы, продукты, то я могу там и в 30 тысяч ложиться. Ну, вы понимаете. А бывают месяцы, когда я закупаюсь косметикой, закупаюсь какими-то, ну, покупками, типа, там, одежда, обувь. Это может там 150 тысяч выйти, может там 200 тысяч. Соответственно, точной суммы я сказать не могу. Но при этом, да тут мне 50 тысяч, ну, вот сложится, ну, не дай бог, такая жизнь. Я проживу абсолютно спокойно. Дадите мне 2 миллиона потратить, я потрачу 2 миллиона. Я надеюсь, что вам понравилось со мной болтать и пить просека. Напишите, насколько часто нужно делать вопрос. Просто я понимаю, что появляется новая аудитория. Соответственно, она немножечко в шоке. И такая, типа, это кто? Чем она занимается? Что у нее происходит в жизни? И какие-то моменты приходится дублировать, ну, информацию. Я надеюсь, что вам понравилось со мной болтать, смотреть влог про свадьбу. Обязательно пишите свои комментарии. Обязательно напишите, как вам предварительно. Наша свадьба, конечно, это все было настолько мелко. Все это, ну, как бы, видео, да, там вышло буквально 15 минут. Но я хочу сказать, во-первых, большое спасибо Лиске. Она по собственному желанию это все снимала. Я благодарна ей, потому что, ну, фильм было бы вообще жесть долго ждать. Так хоть кусочками можно что-то показать. Соответственно, пишите, как вам... Вы еще не до конца прям видите картинку, но какие-то моменты мне будет интересно почитать. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо за ваши добрые слова, за вашу поддержку, особенно под прошлым видео. Это настолько сильно, это настолько невозможно просто поверить в то, что такое количество людей рядом со мной. Я вас обожаю. Вы просто какие-то все нереальные. Это действительно от всей души. Поэтому, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Кто не подписался на меня в других соцсетях, обязательно подписывайтесь. Там меня везде зовут одинаково Катя Буслова. Я вас всех люблю, целую, обнимаю и пока-пока.